Добрый день всем, кто служит данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные на марафоне от даты йога по табло. Меня зовут Александр, и сегодня мы посмотрим на то, как устроен табло, и как с его помощью проанализировать данные по олимпийским играм. Всего мы построим сегодня 8 визуализаций, и постараемся ответить на некоторые вопросы с помощью них. Данные представляют собой список результатов олимпийских игр с такими полями, как атлеты, медали, вид спорта, код и место проведения. При этом объем данных составляет 120 лет истории олимпийских игр. Поэтому давайте перейдем в табло и начнем делать визуализацию. Прежде всего необходимо подключиться к данным. Это делается таким образом. У меня уже сохранена ссылка, поэтому все будет немножко быстрее. Вот он, правда, не сразу обычно определяет, но... Мы сразу получили теперь данные. Теперь давайте перейдем к первой визуализации. Первый вопрос звучит, как определить общее количество спортсменов за всю историю игр. Это делается очень просто. Мы переходим в наш первый лист. MMO First Task. Нам нужно просто поставить в риды количество записей. Поскольку у нас минимальная детализация для спортсмена, то мы будем использовать автоматически дегенерированное поле Number of Records. Переносим сюда. При этом сразу указываем, что посмотрите, сколько получается. 271 116 спортсменов за всю историю игр. В конечном счете было. Следующий вопрос звучит, как... Олимпийские игры собрали наибольшее количество спортсменов. Это достигается довольно просто. Делаем второй дашборд. В строке записываем игры. А в столбце количество записей или спортсменов. Это показатель, который мы уже использовали. Также можем сразу ассортировать, чтобы было намного удобнее. Нажимаем на кнопочку здесь. Получаем от большего к меньшему. Если мы посмотрим, то получается, что в летние игры 2000 года было 13 821 спортсменов. Следующий этап. Третий вопрос. Это на каких Олимпийских играх Финляндия была представлена наибольшим количеством спортсменов? Давайте его поременуем. Делается все практически так же. Мы притаскиваем Games в столбцы. Также мы берем регион, под которым понимается то, где проводилась игра. Переносим его в строчки. И знакомый нам показатель Number of Records наносим туда же. Мы получили результаты. Теперь нам нужно Финляндию. Мы можем просто отмотать вниз. Либо сделать с помощью фильтра. Давайте отмотаем. Давайте сделаем чуть проще. Принесем регион сюда. Выберем None. И фильтр. Здесь у нас Финлянд. И вот у нас есть Финляндия. Очевидно, летом 1952 года было самое большое количество спортсменов от Финляндии. Их число составляло 412 человек. Следующий вопрос. Звучит так. Участвовали спортсмены из Египта в зимних играх и когда? Давайте сделаем практически все аналогично. Только вместо Games мы будем использовать сезон и год. Переносим его сюда. Только сразу хочу отметить, что поскольку год у нас используется как мера, то мы его переделаем в дискретную величину. И нам нужно его еще сделать Dimension. Вот. Теперь у нас есть все года для каждого сезона. Мы еще также должны добавить Region. Region и Number of Records. Предлагаю аналогично сделать так, чтобы найти... Было намного проще. Давайте сразу отметим None. Egypt. А в зимних играх... Да. Они участвовали один раз. В 1984 году. Причем было всего 3 спортсмена. Забыл проименовать. Следующее задание уже под номером 5. Его вопрос звучит так. Выигрывали ли спортсмены из Фиджи золотые медали? Когда и какие виды спорта? Здесь делается все похожим образом. Берем медаль. Переносим в столбцы. Также добавляем регион в строчки. То есть теперь у нас есть медали. И... Все медали по каждой стороне. И теперь осталось добавить Number of Records. И давайте сделаем аналогично через фильтр. Добавим еще кое-что. Надо было заранее исключить все. Что так же у них было 13 золотых медалей. Что касается дисциплины. То... Мы можем просто посмотреть, как это выглядит. Вот так. И посмотреть Full Data. И... Сама дисциплина называется Регби. Было выиграно 13 медалей. Переходим к следующему заданию. Которое звучит так. Возраст самого старого олимпийца. Делается все еще проще, чем в прошлый раз. Берем возраст. Перетягиваем его в столбцы. И... Нам нужно теперь количество спортсменов каждого возраста. Вот. Теперь мы можем посмотреть, кто какого возраста. Давайте посмотрим, кто это. Как его зовут? Человека зовут... Джон Квинти Адамс Ворд. Который выступал в США. И... Сам... США. Следующее задание. Какие команды завоевали призовые медали в хоккей на льду во время летних олимпийских игр? Седьмой. Севинстаск. Здесь немножко все посложнее будет. Мы перетаскиваем медали в столбцы. И... Ивент... Сизен и Рижен. То есть... Нам нужно каждый из этих клей. Это в строчке. И... Рижен. Я думаю, будет... Правильным сразу... Ассортировать по фильтру, чтобы это был хоккей. Ассортировать по фильтру, чтобы это был хоккей. Окей. Среди... Вообще, нам нужен хоккей среди мужчин. Мы его выбираем. Но, как видите, у нас нет никакой информации. Нам нужно добавить в поле Marks. Это достигается довольно просто. Мы переносим Number Frequents. И вмещаем ее сюда. И... Получаем определенные результаты. Также мы можем... При наведении... Это называется Tool Tip. Добавить... Сколько было... Какие были игры. И... Город, где это проходило. То есть... Как вы видите... Это было в Антверпене. Летом 1920 года. И это были первые игры, когда такое произошло. Последнее задание... В данной части. По счету на восьмое. Значит так. На каких играх было представлено в команде Нидерландов больше женщин-спортсменов, чем мужчин? Здесь все довольно просто. Нам нужно здесь поработать с полом будет. Вот. Берем игры. Перетаскиваем их сюда. Затем перетаскиваем пол туда же. Страну. И... Количество записей... Кидаем в строчки. Сразу стоит отфильтровать по стране. Поскольку нам нужны только Нидерланды. И... Эээ... Количество... Женщин... Больше чем мужчин. Давайте посмотрим что дальше. было в 2016 году на летних олимпийских играх Спасибо всем за внимание Данный курс по первой части закончен